Друзья, на библейском портале «Эксегет» мы отвечаем на ваши вопросы. Как можно поверить, что Иисус Христос воскрес, ведь это было две тысячи лет назад? Отдаленность этого события не делает его для нас менее значительным, потому что произошло это не в темном углу. И воскресение Христово было засвидетельствовано не только учениками его, которым он являлся воскресшим, но нашло отражение в около двухстах свидетельств нехристианских авторов. Поэтому изложение событий двухтысячелетней давности является у нас и сокровищем церковного исповедания, а это самый надежный для нас источник знания о Господе и о событиях двухтысячелетней давности, священное предание, священное писание, жизнь церкви сама, но и светские источники также подтверждают великие события того времени, которые оставили в недоумении человечество. И те, кто не пошли за Христом, кто не уверовали в его воскресенье, тем не менее свидетельствуют, что вопреки логике, которую мы можем встретить в Новом Завете, это логика, предложенная одним из иудеев, когда поражается пастырь, то расходятся овцы стада, если не Богом было установлено это направление, это исповедание, это призвание людей, то не может оно не разориться. И пример каких-то сикарей, которых вывели в пустыню, пример каких-то вооруженных банд, которые собирались и действовали вопреки установленному общему порядку, подтверждал ту истину, что неустановленное Богом непременно претерпит скорое разрушение, что мы видим как раз несоответствующим в жизни церковной, где наоборот, Слово Божие и прежде всего о Его воскресении и росло, и множилось, и утверждалось, и Церкви Божьи по всей земле процвели, и это самое надежное подтверждение подлинности и истинности Христового воскресения. И тот Дух Святой, который вслед за Христовым вознесением явился для учеников как сила жизненная, сила освящающая, сила созидающая Церковь, к которой привлечены все народы Земли. Потому очень благонадежно для нас свидетельство апостолов, отраженное в четвероевангелии, прежде всего в апостольских посланиях. То, что там засвидетельствовано и прежде всего о Христовом воскресении отличается безупречностью и исторической, и психологической, и географической, и любой другой. Писали эти строки не какие-то литераторы, простецы, не получившие и какого-то большого образования, за исключением, может быть, апостола и евангелиста Луки. И потому их формулировки предельно просты, ясны, откровенны. Их истинность подтверждена и жизнью самих апостолов. Большинство из них мученически засвидетельствовали свою веру в воскресение, потому что видели сами Христа воскресшего. И нет ничего глупее выдумать что-либо, а потом ради собственной выдумки умереть за нее, сознавая, что это выдумка. Это совершенно не могло бы произойти в ситуации с апостолами, которые воистину были в соответствии со словами Господа, обращенными к одному из ближайших учеников своих. Вот израильтянин, в котором нет лести, в нем же лести несть. Это достойнейшее от Господа обращение. Касается, несомненно, всех тех, кто последовал за ним. И мы видим отсутствие всяких иных интересов, кроме следования истине во всех учениках Христовых, за исключением Иуды, который и пошел в место свое в связи с тем, что был более сребролюбец, чем боголюбец. Потому нет у нас, милые друзья, оснований усомниться в тех свидетельствах, которые мы черпаем с вами из Священного Писания Нового Завета, но только нечистота собственного сердца, только собственная нераскаянность до поры до времени может удерживать нас от признания подлинного Света Божьего, который исходит со страниц Священного Писания Нового Завета. И главное событие святоносное, о котором излагает нам Святой Евангелие, это, конечно же, Христово Воскресение. Веру в Него, напечатлеть в своем сердце, это и есть залог и нашей с вами вечной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok